Что теперь носит в художественной гимнастике? С тех пор, как купальники, в которых выступают девушки, перестали быть просто спортивной формой и стали костюмами, вопрос это не праздный, и ответ на него весьма занимателен. Тема этой задачи была интересна, что она была сложна. Эта задача с одной точки зрения очень индивидуально подчеркнуть каждую нашу красавицу, каждую нашу спортсменку, дать ей возможность максимально с первой секунды привлечь к себе внимание и передать этот месседж, который они хотят дальше транслировать через пластику, через движение, через игру тела. Мы тот первый язык, который начинает вещать до движения их тела. Нам приходилось проговаривать и с Алиной, и с Ирой какие-то моменты, которые, на наш взгляд, может быть, и мы бы не обратили на них внимания, а то есть специфика, какие части должны быть открыты, насколько можно сделать глубокий вырез, какая должна быть длина юбки, где можно клеить камни, где нельзя, чтобы им было комфортно и удобно в этих купальниках. Было нарисовано, может быть, порядка 50 эскизов. Было нарисовано гораздо больше эскизов, но порядка 50 эскизов, может быть, попало к нашим героиням. И из них уже мы вместе остановились на четырех, потом на двух, и эти два эскиза мы начали воплощать. Мы многое с ними обсуждали. Более того, с Алиной мы в один момент просто после первой примерки кардинально поменяли весь цвет, и мы изменили все. И я тоже рад, что мы это сделали. Это был момент очень правильного решения. Я получил, наверное, ту уникальную информацию, которую, наверное, нельзя выносить за территорию спортивных этих залов, всю музыку, которая должна была использоваться для Олимпиады. Посмотрели и их костюмы, поскольку главным условием было, чтобы все швы были максимально тонкие, максимально не мешали телу. Вот мы изучили их костюмы, как это делается у них, и взяли что-то на заметку, что-то, конечно, мы сделали по-своему, но ценный опыт мы приняли. Здесь огромное количество всевозможных больших, маленьких кристаллов, которые вручную наклеивались на эти костюмы в течение очень долгого количества времени. Это, безусловно, работа от кутюр. Отыщи мне лунный камень, сто преград преодолею, за морями, за веками, в древних вкладах королей. Отыщи мне лунный камень, талисман моей любви, под землей, за облаками, в небесах любой долины. Задача моя в костюме Алины была создать впечатление наброшенной на голое тело тончайшей шелковой туники. И вот этими стальными кристаллами Сваровски мы создали как раз все эти складки, которые издали будут создавать впечатление и ароматику этих греческих одежд. И чтобы все это дальше звучало объемно, вот эта вот телесная сетка, на которой мельчайшие кристаллы Сваровски будут разбросаны. И это появилось и на рукавах из этой тончайшей телесной сетки, и спереди, и в то же время будут ноги Алины облачены в эту же телесную сетку с небольшим вкраплением кристаллов. Она по большому счету вся будет немножко искриться. Каждый этот камень прикладывался, примерялся, насыпались какие-то горсти. Мы смотрели, убирали, брали другие, потому что, опять же, даже в костюме Алины здесь три или четыре оттенка белых кристаллов. Здесь есть лунный камень, эффект лунного камня, эффект хрусталя, эффект прозрачности, эффект бензинового блеска. И в сочетании это все дает вот некое преломление цвета, белого цвета. Это браслет, и это браслет у нее на руке, потому что это будет смотреться, как голая рука. И так или иначе, Алина будет одна из самых, наверное, раздетых спортсменок визуально. Но все это, все это иллюзия, конечно. Вот этот розовый, очень благородный цвет, без излишеств. Здесь есть очень интересные дизайнерские решения, но по большому счету мы ее просто как будто бы окунули в кристаллы Сваровские, мы как будто бы ее забросали этими кристаллами. И мы даем такую некую хрупкую субстанцию розового цвета, где в контрасте будет смотреться ее вот это вот спортивное тело. Если внимательно посмотреть на эти кристаллы, то здесь можно увидеть холодные матовые камни, здесь можно увидеть бледно-сиреневые камни, здесь можно увидеть камни цвета брусники, здесь можно увидеть прозрачные, транспарантные хрустальные кристаллы, которые проецируют цвет основной ткани. Здесь можно увидеть небольшие бледно-розовые, очень маленькие кристаллы, которые дают только фоновую засветку. Здесь есть теплые кристаллы, скорее всего, цвета рябины. Все это так или иначе, это все вокруг розового цвета, и все это создает свой объем. В костюме Ирины идет разбежка цветов от цвета кожи, переходящей в розовый, и поэтому здесь и стойка, и рукава. Здесь все сделано из сетки подобранного цвета с равнимым цветом ее кожи. И впечатление будет, что розовый висит, наброшен на ее фигуру, и кристаллы разбегаются по ее коже. Что принесет он несчастье? Лгут счастливый камень он Раздели лону на части Между всеми, кто влюблен Отломи кусочек крайний Самый грустный из планет Подари мне лунный хамень Подари мне лунный свет По поводу камней, когда мы разговаривали с Алиной и с Ирой, они сразу сказали, что нельзя крупные камни наклеивать на локти и на колени, поскольку это такие места. То есть они постоянно опираются, и это... Как они сказали, что, конечно, они-то это выдержат, но это все-таки больно, это неудобно, к тому же там локоть может на этот камень как-то соскочить, а у них там такая точность, что любая мелочь может дать о себе знать. Это стекло, но это не очень тяжело. Мы обсуждали с девочками, что костюмы не должны быть тяжелые, но это, мне кажется, это легко. Их булавы в сто раз тяжелее, поэтому я думаю, что все это они смогут на себе... Это весит все равно немножко легче, чем даже джинсы. Это весит гораздо легче, чем тонкий кашмировый свитер. Я думаю, что ничего им не помешает стать победителем на этой Олимпиаде. Подари мне лунный кайф, лунный свет.